И в эти выходные в столице полуострова с успехом прошел праздник любителей кошек. В Симферополе собрались более ста участников 19-го открытого чемпионата. О ценителях кошачьей красоты расскажет Татьяна Шаманаева. У Оскара это первая выставка. Он представитель редкой породы короткошерстный курильский бобтейл. На Дальнем Востоке такие кошки живут в дикой природе, а у нас встречается только у знатоков породы. Изюминка в их телосложении, в хвостике, в ушках и естественно характер. Характер у них как у собачек. А вот щедрин сапфир Сибири удивительной солнечной рассветки. Даже по самоуверенному характеру настоящий сибирский кот. Нравится характер. Очень ласковый и доброжелательный. Он, конечно, как в доме, если есть ребенок, это самый, мне кажется, лучший кот. Модные во всем мире восточные ориенталы только завоевывают сердца крымских филинологов. Кошки удивляют не только своими забавными мордочками, но и разговорчивостью. Кроме замечательной внешности есть такой же прекрасный характер и не менее замечательный голос, что он сейчас и демонстрирует. Самых же редких кошек в мире можно было увидеть только у Виктории Новиковой. Кошек-овечек и на мировых выставках не часто встретишь. Кудрявые кошки. Их называют кошки-овечки, а порода называется селкир-крекс. Что для них характерно? Открытый взгляд, доброта к людям и веселый, приятный нрав. Наиболее популярными в этом сезоне явно стали знаменитые мейн-куны. Самые большие домашние кошки, размер которых часто вместе с хвостом достигают полутора метров. Мы увидели очень редкого белого мейн-куна. Белые мейн-куны очень, конечно, редкие животные, потому что еще у него глаза разного цвета. Это тоже редкость большая. Это модное увлечение, очередное наших филинологов. Мейн-кунов представлено наибольшее количество в классе котят. Рекорд 11 мейн-кунов в классе котят. Нас такого не было никогда. Более ста хвостатых участников очень порадовали тех, кто заглянул в выставочный зал. Кошки привлекают людей не только своей красотой, но и энергетикой. Говорят, побывал на выставке кошек, буквально отдохнул. Татьяна Шаманаева, Олег Бойко. Время новостей.